Любая коалиция на местах с режимом САНДУ равносильно предательству, заявил 24 ноября по итогам заседания исполнительного комитета партии социалистов Игорь Дадон. Тогда же было объявлено, что исполком не допустит создание коалиции с ПДС в муниципальных, районных или сельских советах ни в одном населенном пункте страны. Тем не менее, на протяжении прошлой и этой недели в нескольких районах были избраны председатели и вице-председатели районных советов от ПДС и ПСРМ большинством голосов из числа представителей этих партий. Как это комментируют в обоих политформированиях в нашем репортаже. Подводя итоги местных выборов, исполком партии социалистов и лично Игорь Дадон объявили, что категорически не будут создавать на местном уровне коалиции с партией власти. На состоявшемся вчера вечером заседании исполкома мы с коллегами решили дать очень четкий сигнал обществу и нашим коллегам на местах. Мы не будем формировать коалиции с партией ПДС. Однако, согласно пресс-релизу Новоаненского районного совета, голосами 19 депутатов от ПДС и ПСРМ председателем избран представитель ПДС Александр Моисей. Должности его двух заместителей достались партии социалистов. Социалист Алексей Малюта будет отвечать за экономическую сферу, а его однопартиец Дмитрий Чур за социальные вопросы. Согласно информации, опубликованной на официальной странице Штефанводского райсовета по инициативе 17 советников фракции ПДС и ПСРМ, на должность председателя была выдвинута кандидатура Ольги Лукьян от правящей партии. Она была избрана голосами 23 советников от этих двух политформирований. На должности заместителей председателя были избраны социалисты Валерия Каушнян и Василий Максим. В Шалдонеждах председателем районного совета была избрана советник от ПДС Алена Пензарь, которая также участвовала в выборах примара города. Должность заместителя председателя досталась советнику от ПСРМ Василий Маковею. Главой Дубоссарского районного совета стал социалист Сергей Григорьев. Его заместителем избраны представители ПДС Исаак Гурий и Александр Реул. Представители ряда политических формирований заявили, что эти факты свидетельствуют о создании альянса между ПДС и ПСРМ. Об этом, в частности, заявил председатель партии платформа «Достоинство и правда» Дину Пленгеу, который обвинил Игоря Додона во лжи. Обвинения прозвучали в эфире передачи «Пути Реопатра» на канале Н4. В ответ на эти обвинения теперь Игорь Додон заявляет, что голоса, отданные в поддержку некоторых кандидатов, на должности председателей районных советов нельзя назвать коалицией. И не надо говорить, что это какие-то политические коалиции и договоренности политических партий на национальном уровне. Наш приоритет, повторюсь, это убрать Майю Санду и ПАС из власти. И мы этого добьемся. Я не исключаю, что это будет происходить в ближайшее время и на местах, вместе с другими партиями. Со своей стороны, представители партии «Действия и солидарность» тоже утверждают, что совместное голосование в районных советах не означает создание коалиции. Не думаю, что речь идет о коалициях. Это решение советников. На местном и районном уровне подходы и голоса не имеют отношения, или даже не касаются, или чрезвычайно мало касаются геополитики. Речь идет не о политике на региональном уровне. Очевидно, что на региональном уровне у ПДС есть цель, стратегическая цель – привести Молдову в Европейский Союз. Когда вы говорите о голосовании на уровне района, все гораздо более личное и выходит за партийные рамки. Мы стремимся создать большинство в районных советах со всеми партиями, кроме ПДС. Это приоритет номер один. Необходимо понять – выборы закончились, подведем черту. Все те, за кого голосовали, как левые, так и правые, должны сделать все, что в наших силах, чтобы гражданин почувствовал, что ситуация меняется к лучшему. Именно поэтому в приоритетном порядке, повторяю, мы сейчас ведем переговоры с другими партиями, но не с ПДС. Перед выборами несколько примаров-социалистов присоединились к партии «Действие и солидарность». Председатель парламента Игорь Гроссу заявил тогда, что они проходят фильтр проверки. Напомним, 6 ноября после всеобщих местных выборов Игорь Гроссу объявил о готовности ПДС сформировать проевропейские коалиции в советах как можно большего числа районов и населенных пунктов Республики Молдова.